В стране растет молодежь, которая не горит желанием работать. Они ждут, когда спелое яблоко само упадет им в руки. Тем не менее, в обществе есть те, кто честным трудом добивается успеха и совершенствует свое дело. С такими людьми общался наш корреспондент. В нашей стране с каждым годом уровень бедности снижается. В целях повышения благосостояния населения правительством предоставляются различные пособия и помощь. Конечно, это облегчает жизнь, такая поддержка нужна, но эта мера как палка о двух концах. Сегодня среди молодежи растет число тех, кто не хочет работать и живут за чужой счет. Они связывают свое иждивенчество с нуждой, но есть люди, которые придерживаются противоположного мнения. Они добросовестно делают свое дело и вносят вклад в общество. Одно из них – общественное объединение, которое существует с 2013 года. С момента своего открытия оно неустанно трудится над пропагандой национальных ценностей и традиций. Слава Богу, наше объединение приглашает в университет на конференцию, особенно в места, где собираются девушки и консультируют. Мы часто проводим мастер-классы и проводим их бесплатно. Мы делаем все своими силами. Мы стремимся к тому, чтобы наш народ, наша молодежь, наше поколение были талантливыми и нравственными. В регионе есть общество слепых. Здесь незрячие люди второй и третьей группой не лежа в инвалидном кресле занимаются другими делами, будь то охрана и другая работа. Некоторые из них участвуют в таких видах спорта, как шашки, шахматы. Некоторые показывают свое искусство. Вадим Мусин – профессиональный фотограф. Более 10 лет работает в сфере частного бизнеса. Он нашел свое призвание. Вадим хочет создать медиа-центр и обеспечить занятость безработной молодежи. Стать индивидуальным предпринимателем, потому что я считаю, что каждый человек должен быть реализован, в чем-то себя реализовать. И поэтому я нашел себя именно в сфере фотографии и решил построить свой бизнес. Главным критерием, почему я именно пошел именно в свой бизнес, я не хотел работать на кого-то. То есть я хотел создать что-то свое, необычное, чтобы в городе появилось такое место, куда люди могли просто прийти и отдохнуть. Иждивение провоцирует деградацию нации, наносит свой вред развитию государства. Поэтому, если каждый человек берет на себя ответственность и трудится для страны, то не за горами день. Когда он избавится от такого недуга. Ахан Иглам, Дамир Жарлхасын, Алихан Хайдар, Телеканал Атрау.